Домопад в Одессе продолжается. На этот раз обвалилось здание по адресу улица Торговая, 20. Жители услышали страшный треск в своих квартирах, поэтому, к счастью, успели покинуть жилище до обвала части здания. Всего в доме был зарегистрирован 41 человек, а фактически проживали 44. Из них 35 человек отселили в отеле, остальные пока находятся у знакомых или родственников. Жители рухнувшего дома ожидают результаты экспертизы, чтобы понимать, кто виноват и что делать дальше. Сколько ждать вердикт экспертов, тоже не ясно. 35 мы отселили в отеле «Винтаж» и в отеле «Одесский дворик». Остальные жители, жившие в этом доме, находятся сейчас у знакомых либо родственников. В отеле отселяться отказались. Полностью все расходы по гостинице взяла на себя компания «Застровщик». Со всеми есть связь, со всеми мы поддерживаем связь. И эти люди будут находиться в отелях до тех пор, пока мы не получим результаты экспертизы. Полиция проводит расследование случившегося. К этому часу удалось установить, что стена четырехэтажного старинного здания рухнула из-за проведения по соседству работ. На месте советских бань готовится площадка для строительства будущего торгового центра. Был небольшой крен в этом доме, и в результате движения грунта, возможно, и произошло падение стены в этом доме. Обвал начался с верху, саме с крыши, как сообщили и крестники, и эксперты, и граждане. Как только началось строительство, жители Ветхого дома заметили появление трещин в стенах. Они обратились в ЖКС и Приморскую администрацию. Однако должной реакции со стороны коммунальщиков не последовало. Везде обращались, прописали, везде. Даже нам дали стаканую компанию. Вон, забили эти вот железки, забили и поставили номера. Стаканую компанию, которая третьих рисует. Изначально, осенью, когда все это началось, приходили представители фирмы, потому что мы начали бастовать насчет этого разрушения. И они пришли и сказали, не переживайте, все дома взяты на контроль, вбивали для вот этих вот штыри, чтобы все мерить. Все, значит, не переживайте, все будет хорошо. Вот так все, век, три дома под номерами. Да, ну опять-таки же, вот один дом взяли, второй дом под охрану и третий дом. Наш дом, вот внутри двора, его не взяли, ему более ста лет. Мы начали, как говорится, начали просить, чтобы нас застраховали. Все страховые отказались, потому что дому более ста лет. После встречи с представителями власти и представителями застольщика, вот нас собирают сведения о том, что пострадало, какие помещения, какой ущерб нанесен, наши пожелания, что мы хотим. Ну, мы хотим, конечно, попасть как-то в дома все-таки, может быть, что-то удастся еще спасти, что-то поискать. Ну, пока вот такие вот предположения. Плюс еще мы задавали вопросы о том, будет ли восстановлен наш дом, или его будут сносить, или как все это будет происходить. Пока они на этот вопрос ответить не могут, потому что должна быть экспертиза, состояние дома. Возможно ли вообще восстановление, или как будут делать. Вот такая ситуация. Сейчас на месте обвала продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы и готовятся к демонтажу стены и крыши здания. Жители дома, в свою очередь, собирают данные о потерянной живоплощади и имуществе. Ведь пока непонятно, кто и как им будет компенсировать убытки. Константин Гречаны, Алексей Прокопенко, телекомпания Репортер.